Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейском портале Экзегет мы всегда рады вместе с вами рассмотреть те или иные места Священного Писания. Некоторые из них кажутся нам трудными, но на самом деле они не столько трудные, они интересные для исследования, для постижения сокровенного смысла. И вот сегодня у евангелиста Матфея читаем мы такие слова Спасителя. «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Вот простые, всем известные слова, и возникает резонный вопрос. А вот что значит вообще «будьте как дети»? Ведь дети зачастую непослушны и безответственны. Да, они бывают непослушны и бывают безответственны, зато они искренни. Понимаете, вот в детях нет двуличия. Если он не слушается, так он не слушается на самом деле от сердца. Если он радуется, то он радуется, скорбит, скорбит, слезы проливает, прибежит, пожалуется. То есть в детях нет двуличия. Вот он какой внутри, он такой снаружи и открыт своим сердцем. То есть, да, у ребенка он несовершенен, у него нет такой, знаете, уже всецелой святости, чтобы он все там исполнял, все дисциплинированно выполнил. Зато он открыт и не злобив, и всегда прибежит искренне поделиться тем, что у него есть. Особенно, знаете, это когда возраст так вот 4-5 лет, может быть даже и подольше, потом уже начинает накапливаться такая где-то отроческая хитрость, потом уже где-то подростковое лукавство. И затем уже взрослые люди, взрослые, к сожалению, весьма двуличные. А двуличный человек, он, например, может тебе сказать, что, ой, я тебя так люблю, так уважаю, а за глаза подумает, вот бы тебя прибить. Он может желать тебе такое зло, а в глаза тебе совсем другое показывает. И вот это вот самое страшное, что может быть, почему как раз Спаситель всегда обличал фарисеев, вот за их двуличие. А ученики Христовы, простые рыбаки, вот в них было что-то детское, понимаете? Вот тот же Петр, он видит, Спаситель идет по волнам. И он по-детски так вот тоже наивный, если ты, то позволь и я тебе пойду. Ну, на самом деле, не совсем понятно, зачем это нужно, вылазить за борт лодки, идти по водам. Но Петр, у него какое-то такое детское искреннее чувство. И вот он действительно идет, потому что всецело поверил Господу. А потом тоже по-детски испугался этих волн, утопает. А Спаситель его вытаскивает. Почему? Потому что Спаситель своих никогда не бросит. А свои, они действительно вот с такой сердечной открытостью, искренностью, пусть они не везде такие прямо совершенные, где-то испугались, да, где-то там спрятались апостолы, я имею в виду. Но все равно они всецело со Христом, они за ним идут до конца. И детская душа здесь имеется в виду вот такая, знаете, именно открытость, сердечность. И святитель Игнатий Бринчанинов, он так и говорил, что если хочешь научиться молиться правильно, то вот когда на молитву становишься, то будь как ребенок пред Богом. То есть вот в детской простоте говори Господу вот все, что чувствуешь, чего вот желаешь, обращайся по-детски с простым таким младенческим лепетанием и отложи всякую ученость, весь свой энциклопедизм, своего перегруженного ума, ни о чем не думай, не представляй, не сочиняй никаких специально длинных каких-то вот прошений, особенно в риторические формы их, даже не думай укладывать, просто вот от сердца, как ребенок, который бежит и говорит, мама, я хочу кушать, вот так же ты, Господи, помоги мне в этой ситуации, спаси, помилуй. То есть вот это вот детское сердце в данном случае имеется в виду непосредственность, то есть сердечное, открытое, непосредственное обращение ко Господу. И вот только такая душа, она и может спастись. Поэтому-то, когда ученики Христовы спорили о том, кто из них больше, да, кто ближе ко Христу, а Спаситель берет, в пример, ребенка, ставит перед ними и говорит, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И в этом смысле вот и надо стать как ребенок, а ребенок, он, если он, даже у него есть какая-то фантазия, понимаете, творческая такая, все равно у него нет такой вот гордыни, которая бывает как жизненная такая вот гордость, жестокая гордость взрослого человека, так что он не замечает других, а тут вот что-то такое чистое, где-то оно наивное, но зато и огромное доверие. Имеется в виду в данном случае доверие к Богу. У нас вот должно быть такое доверие. Еще я вспоминаю из жизни святителя Леонтия Ростовского. Это был вообще он третий епископ Ростовский, но первых двух не приняли, изгнали. Это X век, то есть как только-только вот вера, она распространяется. Крестить-то крестили, ну, в Киеве, в каких-то, в Новгороде, в других местах пытались, а многие места, там язычество, оно было достаточно таким упорным, и не принимали епископов, святителей. И вот первых двух изгнали, приезжает святитель Леонтий, он приезжает из Киева Печерского монастыря, был учеником преподобных Антония, Феодосия Печерского, или, по-моему, только преподобного Антония Печерского, он был учеником. И вот он пытается проповедовать, его тоже не принимают, его даже избивают, выгоняют из города, и тогда что он делает? Он поселяется рядом с городом Ростовом, возле ручья, и, встречая детей, начинает беседовать именно с детьми. Причем он их угощает, и сохранились такие сведения, что он варил пшеницу с медом, зная, что дети любят сладкое, а самое главное, они откликались на его доброту. И когда дети его полюбили, то именно первыми в Ростове обращаются ко Христу дети, потому что святитель Леонтий им и рассказывает о Христе, он им говорит о Евангелии, и дети любят, и спешат к нему, и после этого уже дети начинают своим родителям рассказывать, и те тоже начинают прислушиваться. Вот потихонечку через детей в Ростове тоже утвердилась вера. То есть мы видим, что дети могут быть такими проводниками Божьего воздействия на мир. Мы знаем, конечно, что были и святые дети, были и святые мученики, и мученицы маленькие, например, вера, надежда, любовь, которым 9, 10, 12 лет было, когда взрослые боялись, а они вот настолько искренни со Христом, что не отреклись, понимаете. Был святой Артемий Веркольский, тоже отрок, причем, если внешне вот так вот, его ведь молния убила, и взрослые люди, ну, взрослые часто бывают такие лукавые и злые. То есть мы смотрим часто с каким-то злым таким вот взглядом, нас на все остальное любим осуждать, и они подумали, что Господь, видимо, за что-то наказал такого отрока. Он умер, будучи поражен молнией, а потом оказалось, что это Господь его так забрал на небо, и от его тела стали происходить чудеса, так что он, перейдя вот в тот, в иной небесный мир, он оттуда благотворит нам. То есть вот такая детская душа, которая здесь хранила чистоту, и взят через такой несчастный случай, он становится помощником многим другим, и это значит, что по земным меркам несчастные случаи не означают, что такие люди, вот такие детки, они погибли у Бога, наоборот, они еще ближе ко Господу. И вот Евангелие, оно поэтому и говорит нам, что будьте как дети, то есть храните вот эту чистоту, не злобие, простоту души. Вот как преподобный Паисий Святогорец, он говорит, что у кого простой нрав, с тем всегда очень легко. А если у тебя нет простого нрава, то с тобой всем людям будет трудно, тяжело. Ты все время будешь то так, то сяк, накручивать много вот этих всяких излишних взрослых вещей, и тяжело будет с тобой. А вот простой ты, как нужно, ты так и сказал. Сказал от сердца, да, нужно сделать, сделал. Когда отвечаешь кому-то, да, да, нет, нет. Все, что остальное, это от лукавого. Поэтому с детской сердечностью, открытостью, простотой и непосредственностью будем обращаться к Богу и общаться друг с другом. Потому что именно таковых и есть Царство Небесное. Вот дай нам, Господь, хотя бы немножечко стяжать или сохранить то, что есть у детей. Дай нам, Господь, иметь вот эту детскую простоту, незлобие. И храни вас, Боже, дорогие братья и сестры. До новой встречи. Еще мы будем обсуждать новые места из Священного Писания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова